МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня всегда приглашали моряки, а мою подругу приглашали в зеленой форме летчики. Она пошла замуж за летчика, а мне было усуждено замуж за моряка. Хотя я вам должна сказать, что у нас у одной девочки, мне так было, наверное, лет 18, сестра выходила замуж за подводника. Я говорю, как? За смертника? Я так вот произнесла. Они же смертники. В моем понятии было тогда. Я бы никогда не вышла замуж за подводника, сказала я, в 18 лет. Стремясь создать фильм о трагедии на подводной лодке К-429 как можно достовернее, мы с художником Сергеем Чижовым рискнули построить в павильоне нечто напоминающее обстановку подводной лодки. 1983 год. В бухте Саранная, Камчатка, затонула самая современная на то время атомная подводная лодка К-429. Никогда в мире не было такого, чтобы с подводной лодки всплыли через 45-метровую толщу воды 104 человека. А не погибли бы все, если бы не их командир, капитан 1-го ранга Николай Суворов? Когда я пришла все-таки в очередной расстуду на танцы, подводное училище, да, объявляют белый танец. Подружка, которая рядом с тобой, толкает меня локотком и говорит, посмотри, у стены стоит какой курсант, второкурсник. Он мне нравится. Я пойду его приглашу. Я оборачиваюсь, смотрю, стоит невысокого роста, черноволосый, темноглазый. А я должна сказать, что среди всегда большой толпы я выделяла блондинов и светлоглазых. Черноглазые или темноглазые, это были как бы не для меня, я их просто не замечала. И потом, значит, она пошла его приглашать, я не помню, конечно, кого-то пригласила другого, но танец кончился. И начинается продолжение танца, и вдруг он подходит к нам, я уверена, что он пригласит мою подругу, и он приглашает меня. И мне бы тоже, наверное, надо было, я не тактично поступила, надо было отказаться, что раз подругу пригласил, а я пошла. Николай Михайлович отмечался резкостью, суровостью по отношению к тем нерадивым подчинённым, которые плохо выполняли свои обязанности. Это душа человека, спокойный, рассудительный, умный, грамотный очень даже. Этот человек своим командирским чутьём, своим практикой из меня сделал командир. А когда первый раз поцеловались, честно? Ой, ну не сразу, далеко не сразу. Но зато когда поцеловались, у меня вспухли губы, он так крепко и так изумительно целовался. Ну, в принципе, это сделано как К-429, потому что вот эти маленькие крылышки, они не у всех подводных водок были сделаны нашего проекта, их 11 штук. Перезнания в любви так и не было. Он уезжает вот уже служить, хотя некоторые ребята женились и забирали жену и везли её, скажем, в неизвестное. Он же знал, из какой я семьи. Папа у меня был большим обкомовским работником. Он понимал, что вот такую девушку везти в жизнь с дровами и со всеми, что он видел, он же, они были на практике в гарнизонах, нужно хотя бы какой-то минимум комфорта мне обеспечить. Ну, хотя бы жильё, чтобы не привезти сразу в казару. И поэтому он мне не говоря ни о любви, ни о браке, он мне так заявляет спокойно. Значит, я очень скоро вернусь, получу квартиру, значит, жильё и вернусь за тобой. 24 июня, пятница, 83-й год. Мы уходим в отпуск. Ну и пришли к без 15-9. Это к Николаю Михайловичу Сурову? Да, пришли, чтобы получить отпускные билеты. Ну, его вызывают в штаб. Он говорит, ну, сейчас я, товарищ, я схожу. Ну, ушёл, что-то долго. Приходит, строит нас. Ну, и, говорит, вот, поставлена перед нами задача. Надо выйти в море и закрыть торпедную стрельбу. Лодка стоит в горячем состоянии. Ну, в горячем это атомный ряд, как введён. Начальник штаба флотилии, Ерофеев, тоже собирался в отпуск. И он не отпускал флот в отпуск, для того, чтобы он произвёл свою торпедную стрельбу. Стрельба была необходима для того, чтобы, во-первых, начальник штаба флотилии, контр-адмирал Ерофеев, должен подтвердить свою готовность к руководству боевым упражнением. Она ему шла в зачёт. И он руководил этой стрельбой, находясь на надводном корабле. Ерофеев двигали с ЦК. Его назначили командиром. Первой лодки назначили. Он пробыл 8 месяцев, его сняли. Он при швартовке развил и лодку, и пирс. Назначили командиром второго экипажа. Пробыл он год, и потом академии, классы. Он не имел никакого практического опыта по управлению подводной лодкой. Второй вопрос. Чтобы повысить процент боевой подготовки дивизии, который на тот момент действительно был очень высок, мы выполнили ряд ракетных стрельб с оценкой «Отлично». И, естественно, у командира дивизии, капитана первого ранга Алкаева, была перспектива карьерного роста, в звании особенного. А кого послать? Суворов, как сам опытного командира. Ну, уже когда мы прожили достаточно долго, я однажды, обидевшись, забрала все письма, поехала в его деревню, и там каждая перечитала и нашла для себя обидным, что... А любви там слов практически нет. А вот поручения? Так, да, стань на обоз, спаши там, найди, найми кого вспахать, посадите то, картошку. И вот что ни письмо, это уже когда, конечно, поженились, а как-то другого, что мне так хотелось, что я так ждала. Я же не зря книжки читала, я все... Хотя мне папа говорил, «Зина, любви нет, это все писатели выдумали». И я сожгла тогда эти письма все. С утра была поставлена задача принять подводную лодку в горячем состоянии и к вечеру выйти в море. Она стояла в ремонте, но тут ремонт был какой-то странный, а одновременно и числилась в составе сил постоянной готовности. В ремонт обычно разгружается все, а здесь все было загружено по полной схеме. И когда мы ее принимали, была введена главная энергетическая установка. Но я отвечал за ракетную боевую часть, но тут была тоже система какова. Я ее принять не мог, потому что на борту находилось ядерное оружие, которое передается по личному приказу командующего Тихоокеанским флотом, по письменному. Такого приказа не было. Оставалось 48 человек экипажа, это 40% от состава. Хотя по курсу боевой подготовки подводных лодок, атомных подводных лодок, если уже 30% экипажа своего нет, то эта подводная лодка не является линейной, экипаж не является линейной, и он должен начать с нуля проходить все задачи. Зачеты сдавать, экзамены, все как положено для того, чтобы вывезти подводную лодку в линейность. Каждый пошел по своей линии, что не готов экипаж. Командир пошел, доложил, что экипаж не готов к выходу в море. Суворов вместе с заместителем они ходили, командир дивизии, командир дивизии, Алкаев, сказал, положишь партийный билет, и никуда ты не переведешься. Суворов-то знал, что уже на него подписан приказ о переводе в город Ленинград преподавателем на кафедру тактику, на высшие офицерские классы военно-морского флота. То есть это был последний выход, который, в общем-то, и не должен был состояться. И он уже готовил отувальную, даже объявил экипажу про отувальную. Это было 17 июня, ровно за неделю. Мы взяли бочку пива, подарили командиру ружье, там, вещмешок, патронтаж. Когда он мне принес ружье, и тут моя женская интуиция сказала, зачем? Зачем? Я заметалась по дому и сказала, Коля, зачем ты взял? Зачем ты раньше времени отметил прощание? Я сказала, это ружье, выстрелит она. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я пошел как раз к замначальнику полета дела. Вопросов, что экипаж уже половина в отпуске. Как мы можем сделать выход в море? Все говорят, сделать надо поход, надо выйти там на один день, вы вернетесь быстро и пойдете в отпуск. Но у нас это была болезнь на флоте, она осталась, между прочим. Вот человек отправляет, нет, его в море отправить. Вот Лячин, командир Курска, уже все, был приказ. Нету, вот сходи, последний раз. Суворовова фамилия, потому что потомки генералиссимуса когда-то были солдатами Суворова. И уже суворовцы, суворовцы, и так и за ними закрепилась фамилия Суворова. И в результате получилась деревня Суворовка по их фамилии. Я лично и Суворов ходили выискивать людей, чтобы они смогли выйти в море. По экипажам другим начали искать специалистов. И одного специалиста так-таки командиры не отдал. Хотя было приказание командира дивизии отдать этого специалиста на подводную лодку. Командир не выполнил это приказание. До сих пор об этом сожалеет. Экипаж на выход в море был собран из пяти экипажей. Ну, разве можно было за эти какие-нибудь, ну, 8 часов, если надо было и торпеды загрузить, и торпеды выгрузить. В это время пришли специалисты, которые начали проверять командный состав, боевую часть минеров, торпедистов, на предотвращение несанкционированного пуска торпед ядерным оружием, чтобы не было ядерного взрыва. Тут грузятся на верхней палубе торпеды, стучат там, тросы бегают. Минер там должен быть, а он сидит здесь, ему задают вопросы, и он тоже бежит туда и сюда. Лично я ходил к командиру дивизии для того, чтобы выяснить обстановку. Меня просто элементарно выгнали из кабинета. Это не твой уровень. Все решим без тебя. За полчаса до отхода, за окончание приготовления, Алкаев, командир дивизии, отдает лично приказание Чехову уйти с подводной лодки, но другую, вместо него, присылают другого старпома, недопущенного к плавке. Но я должен сказать, что в этот день мне принесли почту. Два письма. Одно от мамы, что она снова в больнице, второй месяц, что она уже скоро уходит, не во муси, сынок. Второе от жены, теперь уже от бывшей, что все-таки, несмотря ни на что, она со мной разводится. Но, конечно, что-то отложилось, что какая-то тишенность у меня, допустим, во взоре и в мыслях появилась с этого момента. Скажите, пожалуйста, а если бы вы оказались на месте сворова, да, как бы вы поступили? Значит, мне бы не хотелось рисоваться героем, вот, я бы не пошел в море. И у меня были такие случаи. Это все-таки 83-й год, или портбилет на стол, или Суворов все-таки человек, прослуживший командиром столько лет. Потому что не выполнил он приказ, он бы пошел под суд. Ну, вы бы поступили так же. Ну, наверное, да. Жизнь была прожита, за плечами большой уже опыт. Он знает, что он назначен преподавателем в офицерские классы. И за ним мы, вы, детей, я, мы должны были ехать в Ленинград. Вот уже все собраны ящики, его заставляют выходить в море. И если он откажется, значит, мало того, что его там снимают с командиров, что его не отправляют на учебу и сгоняют из партии. Это первый сильнейший удар по его семье. От плана графика выхода мы уже запаздываем немножко к этому моменту. Командир принимает решение в ДК-6. ДК-6 это район мелководья, специально для дифферентовки. Вот он используется, когда лодка идет на отработку, первая задача будет. И когда командир испытывает какое-то сомнение. Задача удифферентовать подводную лодку так, чтобы она не тонула и не всплывала. То есть находилась в таком зависшем положении. Выходим с Камчатки, курс-180 прямо на юг, в Владивосток. И точка поворота. И только мы перерывали этот курс. Ерофеев был на торпедолове, наверху, он увидел наш маневр. Моментально вышел на УКВ по связи. Из рубки связи доклады шли, что Ерофеев торопит. Давайте вот туда в 21-м районе дифферентоваться. Где глубины, как у нас механик говорил, 20 минут на автобусе. Я Суворова спросил, где будем дифферентоваться. Он говорит, только в районе дифферентовки. И когда старший похода Гусев тоже из рубки связи пришел. Он начал давить. Давайте сразу в район идти, где должны были торпедные стрельбы. Суворов говорит, Алексей Алексеевич, запиши в вахтенный журнал, что ты вступил в команду, не лодка, и дифферентовься где хочешь. Он сказал, ну что ты, Николай М.К. Нет, нет, нет. И так мы пошли в этот район дифферентовки. А бывали случаи, когда, например, не выдерживали, да, вот молодые жены этих лейтенантов, да, ни этого быта, ни этих морозов, ни этих керосинок, титанов там. Да, бывали, и они уезжали в города. Они как бы не хотели ни это преодолевать, ни делить этот путь с мужем. Но больше всего даже меня поражало, вы знаете, когда уходили мужья моря, они организовывали компанию с вином, с закуской, с песнями, с плясками, и даже с мужчинами им было... Они не могли вот даже выдержать эту разлуку. Им нужно было развлекаться. А ведь я вспоминаю, ну да, я не такая идеальная, потому что вот можно подумать, что вот, да, я любила книжки больше. Я тоже была человеком, я тоже физически молодая, здоровая женщина. И когда я что-то смотрела по телевизору, что как бы вызывало желание физической близости, я просто его выключала. Чем вы жили? Чем вы дышали? Я дышала опять книгами. То есть я читала без него, я восхищалась. Я как будто была не одна. Книги были моей реальной жизнью. А это как бы... Мне нужно было... Мой долг было выполнить. Накормить, научить, привести в порядок квартиру. Это было то, что я должна, обязана была выполнить, для того, чтобы опять взять книгу и поплыть совершенно в другом сказочном мире. Дело в том, что подводная лодка из Африки пришла с неисправностями. Вот одна из неисправностей по нашему гидроакустическому комплексу была. Перегревался блок электронной развертки, то есть там, где сам монитор, ну, экран находится. То есть ничего не видно было. Поэтому ребята еще в Африке сообразили. Из полиэтилена, из толстого сшили рукав, надели его на вдовную вентиляцию, блок немножко выдвинули и опустили туда рукав. Получается дополнительная вентиляция, блок не перегревается, и все прекрасно видно. И вот, когда начали дифферентоваться, вода хвынула по этому рукаву. Я успел его выдернуть, потому что там напряжение 30 кВт. И вдруг бах, свет вырубился. Я смотрел боковым зрением, кто-то вниз прыгнул. Это, оказывается, там помощник. На остатке давления гидравлики он перекрыл носовое кольцо, то есть и вода перестала поступать в носовые отсеки. Вот он тоже, можно сказать, спас корабль. Кто-то открыл переборку четвертого отсека и кликнул поступление воды в четвертой, и тоже закрыл ее за собой. Но погиб этот мичман. Ключевой момент в этом, во всем, я полагаю, то, что в экипаже Суворово и в моем экипаже не было старшины команды трюмных. Это человек, который сидит на системе погружения всплытия, называется «на ключ». То есть самый опытный специалист, который знает всю эту систему погружения всплытия, как очень наш. Мы постоянно продувались, поэтому водка не камнем падала, а как бы на парашюте. Я вот чувствовал, я вот чувствовал, когда начал шум, воздух свистеться, свистеть, что-то коснуло, в ноги немножко отдало. Я сразу понял, что мы же на грунте, наверное, елки-палки. Я аккуратно, так, стараясь не привлекать, скажем, внимание, подошел к командиру, и очень-очень тихо, сзади на ухо я ему сказал, «Командир, мы на грунте». Командир громко пересплатил. «Как? Как на грунте?» Если до этого, там, какие-то команды, если что-то включено, отключено, принято, это моментально такая гробовая тишина. Я кинул командира в сторону этих манометров, все посмотрели туда, и как бы общий вздох. Когда все случилось, я была уверена, что не могло случиться с ним, что по его вине. Как при его предвидении осторожности, он был очень осторожный. За это ему надо уже поставить памятник, что он пошел в полигон дифферентовки. Потом уже были расчеты, что нам оставалось полторы минуты пройти вот этим курсом. Там глубина уже была полторы тысячи метров. Между жизнью и смертью было полторы минуты. 90 секунд. Раз, два, три. Представляете? Нет, вы не представляете. Может быть, осторожность спасла. А так была улица имени Суворова, как он мне говорил. Утонули бы, суда не было, вся разборок, назвали бы моим улицем, моим именем. Один из наших вот этих, ну не Ерофеев, а его зам, они вместе с Новиковым, такой был полный адмирал-механик, это из Москвы прилетел, на разбирать нашу лодку. И я наверху, в боку, прямо там, на плавдоке, большой док, и они внизу стояли вдвоем и рассуждали, вот как бы, говорит, хорошо было бы, если бы экипаж туда пошел, утонул, говорит, и все, и никто бы не вспоминал. Сказали бы, кто виноват, экипаж и водка. Когда мой муж выходил с затопленной подводной лодки, он на груди вынес дифферентовочный журнал. Он понимал важность, что он делал, как там, чтобы не были голосованы, и как он потом следовательно говорил, ведь я же могу записать команды, вот которых я считал не было, или что-то я неправильно сделал. Но у меня была честь и совесть офицера, я себе не позволил сделать, я бы вынес в таком состоянии, как он и был, и вдруг этот журнал пропадает. То есть как в суду его не было, его можно было обвинить в чем угодно. Утонула лодка 23-го, 23-27 там, по данным. Приказ осмотреться в отсеках, пытались связаться с отсеками, вот, четвертый отсек не отвечал. Это тот отсек, как раз, который был затоплен в момент погружения. Люди, которые там находились, погибли. И Ерофеев должен, как бы, объявить сигнал тревоги по флоту, приступить к поиску. Когда мы не заняли район, оперативный дежурный должен был объявить о районе тревоги по флоту. Кстати, Ерофеев же шел в надводном положении. Ну, в надводном, да, он шел в надводном положении, вот, командовал, потом ушел на другую лодку, которая говорит, к Гордееву. Лег спать, сказал, разбудите, поднимите, когда лодка всплывет. Вот она не всплывала, он и спал. Первая эпопия началась, даже до следователя это началось, изгнание из партии. Партия не стала своего члена поддерживать, она только получала членский взнос. А человеческая судьба, это ничего не значило. Подводная лодка затонула на глубине 45 метров. Мы не имели средства связи со спасательными суднами. Телефон, который должен быть и будет, должен всплыть. Один хотя бы, избыя. Он был приварен к подводной лодке. Руководство начало совещаться, что делать дальше. Решили выпустить разведчиков через торпедный аппарат из первого отсека. Но так как это было ночью, темно уже, решили подождать до утра. Я когда ознакомилась с статьями устава, я к ним опять пристала. Я говорю, слушай, но это же к тебе не имеет никакого отношения. Он от меня так небрежно обмахнул, сказал, Зина, командир отвечает за все. Я отвечаю за все, но отвечаю, это не значит виновен. Через 15 часов снарядили двоих человек написанием абсолютно одинаковой записки с нашими координатами, с нашими проблемами и выпустили их на поверхность из торпедного аппарата. Это было где-то полвосьмого утра. Это было уже 25 июня. Где-то уже на глубине, по-моему, 20 метров уже так это. Видно, что там солнце светит. И все, я как раз всплыл. Второй был лестник, да? Да, второй был лестник. Я немножко отплыл, тут мишка. Ну, мы всплылись, руками сцепились, потом нас раскинули. Ну, благо, волна была такая, с накатом, с таким. То он наверху появится, я где-то внизу. Нас никто не ищет. Температура воды, по-моему, было плюс 6 градусов. С каким образом вы находились в океане? Вот сколько следственников? Ну, если так, то получается 4 часа. Их подобрал пограничный корабль. Он их поднял, думали, что диверсант. Ну, это, 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 да. Я ему достал донесение командира. Я вот оттуда узнал, что 14 человек это сразу погибло. И только после этого, собственно, объявилась, наконец, эта аварийная тревога по флотам, подводная лодка аварийная. И, собственно, началась спасательная операция. Он мне пишет следующее письмо. Главком уехал в Москву. Как решит министр обороны, что ему будут докладывать главком? Будут стараться сделать меня стрелочником. Но я посмотрел на руководящие документы. Не нарушал ничего. Все равно придется, видимо, доказывать. Где-то к утру взорвалась батарея третьего отсека. ЦО подрастало. Там такие дозы были, что по всем этим меткам это смертельные дозы считались. Видимость вот то, что тяга к жизни человека, она какие-то свои внутренние резервы открывает, наверное. Никто не угорел, никого не тошнило, никакого голова не болело. Его беда, она как будто бы стала моей бедой. Это настолько проникновение душевное, духовное, жизненное друг друга. Это просто сострадание. Оно и заставляет действовать. Ведь в том, что они ему предъявляли, он ни одну вину не признал. Нарушение устава. Открывая устав, даже я такая, просто жена командира, скажем, в этой ситуации. Мне уже пришлось в этой ситуации быть женой командира, защищать именно телесу. Тут я перестала быть просто женой. Мне пришлось встать на другую ступень. Когда мы лежали во втором отсеке, темно было, и Суворов с Гусевым между собой разговаривали. Они обсуждали нормативы поднятия подводной лодки с грунта. Я прекрасно осознавал, что за это время подводную лодку поднять с грунта невозможно. И Суворов, и Гусев это делали специально, умышленно, чтобы у молодых матросов не возникло никакого сомнения, что все останутся живы, все спасутся. Суворов молодец. Я говорю, вот, там анекдоты рассказываешь, там, он как бы поддерживал, кто-то воздух испортил, кто-то разрешил, командир спросил разрешение. Серьезно. Вот так вот. Ты земная хрупость нарвайся, все зима пилить нарвишь. Тут за день так накувыркались все. Придешь домой, там ты сидишь. Пил он в это время? Да. Он пил, и, наверное, я уже и относиться к этому стала снисходительно, но он выпивал все время. Потом ребята приходили, обязательно приносили, обязательно с ним выпивали, вот это обсуждалась жизнь. И, конечно, мне хотелось бы. Я думала, ну вот он сейчас все это бросит, он сосредоточит все свои усилия, все свои мысли, все свою волю на борьбу. Меня это безумно огорчало. Я была с ним, он диктовал мне, а я писала. Еще просила, ты, пожалуйста, вот давай составляй так, чтобы гражданский, тот, кто не плавал, чтобы это, если будет понятно мне, будет понятно и тому, кто будет это читать. Я бросила все свои силы, и мне это было грустно, что всегда после написания документов все заканчивалось тем, что он выпивал рюмку. Где-то через сутки услышали шумы винтов через корпус. Подошла вот вторая подводная лодка и начала гидроакустические сигналы посылать на нас. Ну, они примерно как удар по корпусу. Но мы поняли, что нас это обнаружили, начали кувалдами стучать. Как-то даже не верится. Атомная подводная лодка и кувалда. У трюмных это почетный атрибут, что они при производстве в подводнике матроса у них целуют кувалду. Так что тут вопросов нет. Это основной инструмент. Я же чувствовала, он, конечно, тоже был не готов к такому приговору, да. Но как-то держался удивительно. Выпил последний раз перед последним словом судьи и отправился с адвокатом. И почему-то я понимаю, что, наверное, муж не придет. Почему я всю ночь уже не спала? Я все время на него смотрела. Всю ночь я на него смотрела и думала, смотрела, как он спит, все. До утра, до тех пор, пока он не отправился на судебное заседание. Стою у окна, смотрю. И смотрю, поднимается тяжелой такой походкой, возвращается адвокат один. Но я поняла, уже все плохо. Он вошел и сказал, что Зима Велосиновна, значит, приговор 10 лет. И я дальше уже не слышала ничего. Кричала ли я, плакала ли я, остолбенела. Я не могу вам сказать, я себя не помню. Вот у нас в первое время не хватало индивидуального снаряжения подводника. Потому что экипаж пошел больше людей, нежели было по штату. Тем более, что большая часть этого снаряжения была в четвертом отсеке. Он был затоплен. А первым делом, понимаете, когда эта ситуация произошла, каждый схватился за свой аппарат. Он знает у каждого свое место. Вот мой аппарат там-то, там-то находится. И он взял несколько молодых матросов, которые вообще первый раз в море вышли. Сидят и без аппарата. И я наблюдал такую картину, что офицеры отдавали матросам свои аппараты. Их выпихивали в первую очередь. Соток 5-6 выходили. При спасении погибло два человека. Один в кормовой части, другой в носовой части. Приехала на встречу с ним. Вот тогда я впервые узнала, что такое тюрьма. Вот я встала в очередь со всеми этими заключенными. Ну, конечно, они спрашивают друг друга, что вы, как, что. И вот одна женщина, я поняла, что у нее, значит, сын там, и она мне сказала, никогда ваш муж не будет таким, как он был. Не курил – закурит. Не пил – запьет. Ну, я вот вылез, ногами нацепился в корпус. Так красиво, знаете, лодка лежит, там камушки, вода, там так развернулся на корму. Водолазы ходят по корпусу, а мы там уже сзади бьют по ногам. Видишь, он себя шипит, видишь, светлее, 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 светлее. Потом уже, знаешь, вода пошла, такая, раз, солнце, летаешь, эйфория, жить хочется. Вышел, подошел какой-то адмирал ко мне, вот, я представился, он мне пожал руку. Мич Монгладышев, поздравляю вас со вторым рождением. Ну, я действительно понял, что я родился второй раз. Здесь единственный случай, наверное, в мире затунувшей подводной лодки вышло из 120 человек 104 человека и наказать тюрьмой командира и механика. А чем он занимался в поселении? Он был такелажником, он был монтажником. На стройке они строили какой-то там завод, не знаю, он кончал там курсы какие-то, электросварщик, занимался электросваркой. Ему это так и нравилось. Абсолютный интерес к жизни был. Женщина не появилась там? Я думаю, нет. Вот однажды ситуация была, мы пошли на какой-то праздник, сидели командиры, их жены, и одна женщина, соседка, сидящая рядом с моим Николаем Михайловичем, она стала активно его, ну, соблазнительного, в всяком случае ему понравиться. И мой муж дорогой положил лобель на мою руку. И она посмотрела, и все. Прежде чем выйти в море, он должен был сходить к оперативному дежурному флотилии и подписать журнал выхода. Он его не подписал, потому что он был не согласен с этим выходом. Я, как сейчас помню, синие журнал, и все, что в море еще не дышался, чего там водолазом белеет. И после того, как вышел из подводной лодки Алкаев, к нему подошел и сказал, тебе все равно, Николай Михайлович, уже ко мне все-таки что, это, служить? Могу подпиши. Выручай дивизию, подпиши, а мы тебя выручим. Ну, я только знаю, что он свою букву С там с таким, что даже порвал лист журнала. Я ему сказала, зачем ты это сделал? Ты подписал себе смертный приговор. И вдруг мой муж опешил и сказал, честь дивизии для меня дороже моей собственной судьбы. И еще такой характерный момент был. Это уже было в дивизии. Алкаев завел Суворову к себе в кабинет, достал адмиральский мундир, уже пошитый. Но еще не присвоенное звание ему. Ну, не присвоенное. Сказал, спасибо, Николай Михайлович, я вряд ли одену этот мундир и повесил опять в гардеру. Вы же защищали не только Суворова, да? Вы еще защищали тех ребят. Конечно, когда началось следствие, когда приехал Бородовиц, и когда начались допросы экипажа, то к нам стали приходить и ребята. И говорит, что Николай Михайлович, он топает, он стучит ногами, он грозит то, что посадит в изолятор, то есть выбивая нужные показания. И некоторых, у некоторых он выбил, а некоторые не согласились. А некоторые пришли и сказали, вот такая ситуация творится. И тогда, значит, принимается вопрос, что Николай Михайлович ехать в Москву не может, в Москву должна ехать я. И тогда в полном объеме и я не понимала, понимаете, всего того, что случилось. Просто мне казалось, что люди не знают правды. И даже следует. Что многим она, а в Москве уж тем более, наверное, не знает правды. И что моя цель рассказать, и они узнают все, и все будет решено честно и справедливо. Я же еще несколько раз приезжала в Москву. Генеральный прокурор Советского Союза, да? Он говорит, слушай, опустив голову. То есть уже мне дало понять, что он, даже он не может. Тогда я спросила, ему задала фразу, скажите, давление, вы говорите, большое давление. Это Горшков? Он сказал, нет, выше. Горшков хотел, даже наградить. Потому что... Горшков это был... Главнокомандующий военно-морским флотом. Главнокомандующий военно-морским флотом. Адмирал флота Советского Союза. Но потом выявилось то, что Ерофеев был связан с полетбюро. И сразу все переиграли. Ну, кто такой Горшков, перешли им главком, кто он такой перешли им. И начали искать стрелочника. А вы на суде были в роли старшего эксперта? Да, мы прибыли на конечный этап суда. Я представился заместителем прокурора Тихоокеанского флота. Ну, как и положено. Он говорит, знаешь, я не знаю эти ваши подводные лодки. Мне сказали, осудите командира и механика. Ему было очень плохо. Я ему говорила, и это совершенно искренне, это было не потому, что я придумала. Я говорила, ты знаешь, вот да, вот ты сейчас как бы упал в бездну. Ты даже не представляешь себе, что в этой истории, она настолько необыкновенная, что ты как бы все равно ты встанешь на пьедестал, говорила ему. Где-то будет что-то футбюго, что падает в бездну, ты поднимаешься. И все-таки, когда я ему говорила эти хорошие слова, он отнесет, сказал, говори, говори, значит, они ему были нужны. И для того, чтобы защитить честь своего командира, Михаил Вестник приехал из глухого молдавского села, стоит перед судьей, рассказывает, как они выходили, что при этом происходило. У него затрудненная такая речь, и это тут же было замечено, и судья спрашивает, что у вас с речью, почему вы так говорите с таким замедлением. И тот честно поведал, что вот когда он выходил из лодки, он порвал гидрокомбинезон, затекла вода холодная, несколько часов провел в этой воде, простудился, и у него был арахноедит, воспаление мозговых оболочек. В общем, это болезнь, которая не влияет на психику. Судья тут же заявила, заявила, а, так вы простужены на голову, сказала она. Тут же поставила свой диагноз, и все. И на этом основании его показания не были приняты к делу. Попахански расправились с ним. Вице-адмирал Чернов просто потрясающую роль сыграл после гибели комсомольца. После гибели комсомольца, да, в расследовании, да. Да, он был в расследовании, потому что он имел комиссию, в этой комиссии. И он в этой комиссии он ознакомился как раз с уголовным делом по делу Суворова. И когда они читали, они вдруг поняли, что а при чем тут командир? Командир лодку не топил. Вот заключение вице-адмирала Чернова. Есть все основания считать, что провозглашенный приговор является несправедливым и незаконным. Суворова осудили на основании корабельного устава, инструкциях военно-морского флота, на основании правил существовавших в военно-морском флоте, которые, ну, ни в коей мере на закон не могут претендовать. И силы закона не имеют. Лица от правосудия и воинских званий генералов, они пишут, что в жалобах правильно утверждается, что личный состав подводной лодки был укомплектован специалистами из различных экипажей по указанию вышестоящего командования. То есть это генералы от юстиции признают. И это обстоятельство могло явиться одной из причин произошедшей аварии. Точка. А дальше меня вывод этот просто ошарашил, который здесь был. Вот слушайте внимательно. Однако, несмотря на это, оно не колеблет вывод суда о виновности и ответственности Суворова и Лиховозова за наступившие последствия, так как именно это обстоятельство также требовало их проявить особую предусмотрительность по осуществлению всех мероприятий, обеспечивающих безопасность с оброждением и революционной корабля. На иносказательном языке это звучит так, что суды, суды, совершив как бы ошибку и не усмотрев, в первом абзаце я вам сказал и повел, не простили Суворову Лиховозу собственные ошибки и сказали, несмотря на то, что мы ошиблись, вы все равно виноваты. С чего начинается нравственная катастрофа? С того, что человек, скажем так, облеченный властью немалой, вдруг решает, что он не подсуден, что он имеет право на двойную мораль, на мораль по двойным стандартам. Эрофеев потом стал командующим серым флотом, Алкаев тоже остался командовать дивизией. На сегодняшний день я же получила, что дело, говорили о том, что оно рассыпано, но не рассыпано. Его кто-то надежно спрятал хорошо в архив Министерства обороны. Оно лежит в архиве, вот написано мне 12 томов, но как туда попасть? Мне муж говорил, что не нужно из-за пересмотра, не нужно с новых там следствий, все такое, нужно просто открыть дело, которое уже есть. Зинаида Васильевна, вот я уже который раз вас застаю за вязание. А что вы вяжете? Сейчас мы ждем малыша, и я вяжу ему кофточку. Этого дочери должен родиться мальчик. Смотрите, шапочку я ему уже связала, а какие вот носочки, немножко не хватило шерсти, пришлось сделать кончики голубыми. В нашей семье после ухода моего мужа и сына приглядные девчонки, но мальчиков не было. А теперь мы уже ждем все, и я даже попросила дочь, чтобы она дала фамилию Суворфину. Ну вы не жалеете, что вы 50 лет отдали службе? Да нет, конечно. У меня даже мысли такое не посещало. Я бы если сейчас по новой начальнике, я бы снова пошел. Когда Чехов начал писать роман, повесть «Степь», он не мог найти эпиграф. Антон Балыч. Да, Антон, да. И вот он, перерыл, Гюго там, Гюго, знаете, что такое море, какие штормы, волны, все поднимает. А вот он проверяет в тетради учеников четвертого класса, и вдруг видит стих, один пишет, Петя какой-то, так. Море было голубым и большим. Все. Какое-то такоеiałem сейчас, ахахахахахахахахахаха, И, разглядит стих, Как дает? Все. Что? Я не знаю, Продолжение следует...